Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает в Ападом. И сегодня речь пойдет о повести Владимира Германовича Тан Богораза «Восемь племен». Эта серия «Первые люди» уже появлялась у меня в видеоблоге. Дело в том, что я не столько интересуюсь первобытно-общинным строем и происхождением человека, каменным веком, палеолитическими находками, сколько интересуюсь хорошей научно-популярной прозой, познавательной прозой, которая не только написана с художественной точки зрения интересно, прежде всего это увлекательный роман, это роман с интригой про невероятную любовь, про приключения, про потерю возлюбленной и возвращение ее, и это роман о достижениях человека. Но только происходит все в необычайно экстравагантных декорациях, сказал бы я. Для того, чтобы объяснить, почему, придется рассказать немножко об авторе. Я не помню, говорил ли я подробно о биографии Владимира Германовича Тан Багараза, его имя и отчество звучат совершенно иначе. Дело в том, что это крещеные евреи, и в конце 19 века в Российской империи при крещении чаще всего давали абсолютно новое имя и отчество. Насколько мне известно, специалисты меня поправят. Так что, если не ошибаюсь, звали его Натан Мендельевич, он, в общем-то, благодаря вот этому шагу, обрел возможность получить в Российской империи высшее образование, занимать государственные должности и заниматься наукой. Но все шло не так гладко. Переехав в Таганрог, Таганрог второй половины 19 века, это большой портовый город, это город с собственным оперным театром, где причаливают в порту корабли с многонациональными командами, где на набережной звучит итальянская, немецкая, французская, испанская речь, где стекаются, выходит несколько газет, стекаются культурные новости. Это совершенно не тот Таганрог, который мы можем себе представить, вообразив, ничего не зная о нем более подробно, вообразив типичный провинциальный российский город поздней Российской империи. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что ровно в те же годы, в 80-е годы, ровно там же проходило детство и юность Антона Павловича Чехова. Более того, они учились даже с Тан Богоразом в одной гимназии. И смотрителем этой гимназии, начальником, был тот самый прототип Человека-Футляре из Чеховского рассказа, который нам всем знаком прекрасно, и вызывает омерзение вот уже более 100 лет. И когда мы действительно говорим о юности Чехова, мы как-то забываем об этом. А из прекрасной книжки Александра Павловича Чудакова о Чехове можно узнать больше о его юных годах. Не просто, что он служил в лавке отца, учился в гимназии в Таганрогской, претерпевал все эти, впитывал, вернее, все вот эти мещанские впечатления, тягостные, мрачные, которые потом позволяли выплеснуться сатири на бумагу. Вот Тан Богораз учился в том же самом месте. И вместе с Чеховым какой-то особый подъем, который сопровождал рубеж веков 19-20 столетия, несомненно, испытал. Потому что он верил в будущее, верил в лучшее. И несмотря на то, что он далеко не сразу стал ученым, а дальше я расскажу, что происходило в его биографии, он сумел, скажем так, выдержать правильные векторы. Далее была поездка в большой столичный город, поступление в университет. Сначала, естественно, научный факультет, потом юридический факультет, потом отчисление за участие в студенческих волнениях, ссылка сначала на родину, где была организована чуть ли не подпольная типография с марксистским кружком и так далее. В общем, очень типичный путь русского разночинца в конце 19-го века. И, наконец, ссылка в Камчатск. Вот так все печально завершилось. Сказать, что это было глухоманье, это значит не сказать ничего. Это был просто конец жизни. Фактически люди были поставлены на грань выживания, потому что не готовый к этим климатическим и природным условиям человек, оказавшийся там без современных средств выживания, без пенициллина хотя бы, можете себе представить, оказавшийся там без всей той техники и оборудования, которая сейчас помогает на Крайнем Севере выживать людям, был фактически обречен. Ничуть не бывало. Вот эти самые разночинцы, интеллигенты, это были железные люди, старые закалки. Опять же, отсылая вас к роману Чудакова, ложится в угла на старые ступени. Потому что, честное слово, таких людей не делают. Они там обзавелись огородами, о чем повествует послесловие вот этой книги «Восемь племен». Я почему так подробно останавливаюсь? Послесловие, конечно, может показаться вам немножко деревянненьким таким, сухим, да? Но вот за этими сухими строчками встают очень многие факты. Я об эпохе интересовался, и мне это все-таки очень интересно. Ну и заканчивая биографии автора. Значит, он выброс вот такие со своей камчатской ссылки, но перед этим он два года кочевал там с чукчами, он выучил чукотский язык, он записывал фольклор на языке оригинала. Это очень важно. Как заметил Натан Яковлевич Эйдельман, с которым я тоже хотел бы сравнить, с вкладом, который я хотел бы сравнить, вклад Тан Богораза, конечно, по-другому в ином характере совершенно сделанный, но вы понимаете, вот в книге «Твой 18 век» он пишет о Степане Коршенинникове, одном из первых исследователей Крайнего Севера, Чукотки, всех народов, чукчей, самоедов, всех народностей, значит, Севера. И Коршенинников оставил великолепные, совершенно научные воспоминания об этом, научные записи. И, как пишет Эйдельман, он очень вовремя попал туда, потому что он застал самый конец разложения вот этого самого родоплеменного общества. Уже новые порядки, новые, значит, отношения входили в быт людей, да, еще чуть-чуть, и он просто не зафиксировал бы для нас то состояние первобытного общества, которое еще чудом сохранилось вот в 18 веке. Вот в конце 19 века Тан Богораз отчасти повторил его подвиг, зафиксировав уникальный совершенно материал, который был, это было признано еще Царской Академией Наук. Ему было дозволено вернуться в Петербург, оформить научный доклад, и в конце концов в 1900 году он оказался аж в Нью-Йорке, для того, чтобы поехать на Север Америки, североамериканского континента, в Канаду и дальше, значит, на Чукотку, опять же, вот уже с этого края, да, исследовать тамошние северные народности, да, уникальные, и продолжать научную работу. Умер Тан Богораз в 1936 году, умер своей смертью, репрессии его не затронули. Он сумел очень много сделать для науки, и вот его романы, его книги, «И восемь племен» в том числе, это удивительный прорыв, я бы сказал, в литературе полной романтических штампов, в литературе полной натянутости, да, когда вот этот вот прекрасный совершенно в каком-то смысле слова позитивизм, да, научный заставлял очень сильно спрямлять, огрублять какие-то вещи. Действие восьми племен происходит как раз на Крайнем Севере во времена первобытно-общинного строя, да, то есть это у нас вот, значит, реконструкция быта, нравов, взаимоотношений, фольклора, технологий и, значит, общественного устройства тех племен, которые кочевали, занимались оленеводством и, в общем-то, жили там много-много, на протяжении многих столетий, да, тысячи лет назад. Вот, книга великолепно, на мой взгляд, проиллюстрирована. Я никогда не был на Чукотке, я никогда не был в Якутии, допустим, никогда не был на Аляске. Но мне кажется, что эти иллюстрации очень хорошо передают саму атмосферу этого быта. Там Богорас был ученым энциклопедического охвата. Он не просто собирал фольклорта или изучал чукотский язык, он жил вместе с этим племенем, он впитывал все их обычаи и в части исторической реконструкции основы романа, мне кажется, это шедевр. Это максимальное приближение к тому, что вообще доступно науке и сейчас, на сегодняшнем, со всеми достижениями, генетики, палеографии, палеонтологии, археологии и так далее, антропологии. Вот максимальное приближение к тому, что было. Вместе с тем, образ Латана и образ Мами, как хорошо замечено в послесловии, это отчасти мифологизированные фольклорные персонажи. Их чувства чисты, их порывы сильны, их образы цельны. Они выступают как эпические герои, какие-то такие калевальские мотивы. Ну, ясное дело, что в жизни это немножко по-другому выглядело бы, но не отдаёт эта проза тем самым затхлым романтизмом, которым очень-очень многие книги XIX века на историческую тему грешат. Потому что там бы гораздо прежде всего был учёный. И он понимал, что как бы ему не хотелось, чтобы было красиво, он прежде всего старался, чтобы было правдиво. Как ни абсурдно это и звучит, потому что, ну откуда знать, как это было бы правдиво. Ведь не сохранилось ни все достижения, опять же, археологии Крайнего Севера, и антропологические исследования были ещё впереди. Они случатся почти через сто лет. Но тем не менее, ему удалось, мне кажется, мне кажется, по скромному мнению не специалиста, предвосхитить очень многие открытия и явления. В целом, ещё раз повторюсь, интереснейшая история любви, интереснейшая история жизни этих самых племён с их суевериями, с их табу, с их охотой, с их страшным совершенно на грани экстрима, на грани выживания человека быта, потому что чудовищные морозы, потому что бескормится полгода в году, значит, полная зависимость от перегоняемых стад, непрерывная война межплеменная, да, эти восемь племён – это недаром, потому что конфликт, он высвечивает, показывает саму суть человеческих отношений, их эволюцию, и то, что мы… и как мы недалеко ушли от наших вот этих вот реконструируемых там богоразом предков, и как мы на самом деле всё-таки отдалились от них, насколько мы стали гуманнее, насколько мы по-другому себя ведём. Всё это видно на фоне этого романа. Читайте, наслаждайтесь. Я считаю, великолепная проза для юношества, потому что книга написана в те времена, когда это была одной задачей любой художественной книги, скажем так, чтобы её можно было взять в руки, почитать невинному читателю. Вот. Не найдёте здесь вы каких-то кошмарных или кровавых вещей, жестоких, которые вообще-то характерны для необработанного фольклора и для правдивого рассказа о каменном веке, о палеолите, о всевозможных менее отдалённых от нас эпохах, да. Вот. Здесь это немножко смягчено. Но, вместе с тем, эта книга, я считаю, прекрасный познавательный материал, бесценная совершенно находка для любого учителя истории, который хочет заинтересовать учеников вот этими временами, этой стадией развития человечества. И, в общем, она совершенно не устарела за прошедшие столетия. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.